Это такой ход Кремля вытащить самого тупого, когда демонстрации такого чеченца, ущербного, в принципе делают наш народ в глазах мирового сообщества, они его делают непрезентабельным, потому что Кремль показывает Кадырова, человека, который достает из папки какую-то свою шпаргалку трясущимися, волнующимися руками и огромными буквами написано у него слово Абрамс, но он не может его прочитать. Посмотрите на Зелимхана Яндербиева, посмотрите как он выглядит в Кремле, как он сажает перед собой президента Российской Федерации ядерные державы, высокомерного, уверенного в своем могуществе и посмотрите на Кадырова, который сидит перед Путиным трясущимися руками, говорит о том, что хочет перед ним похвастаться. Немецкий солдат, бро, хотел поинтересоваться, вот мы все болтаем, болтаем, слуг дьявола спонсируем своим вниманием, они живут за счет людей, а делать что? Так и будем говорить, когда грязь не чистить, она разрастается. На самом деле у нас-то нет других каких-то выборов, ну а что нам делать? Мы пока можем, мы делаем то, что мы можем, а можем и говорить. Вот было бы плохо, если бы мы могли говорить и не говорили, вот это уже проблема. А как раз таки, если мы можем порицать, допустим, порицаемое, и мы должны это делать, другое дело, если бы у нас была возможность, скажем, не говорить, а делать что-то, исправлять ситуацию там своими руками, и мы бы этого не делали, вместо этого бы, как ты говоришь, болтали, то да, это была бы проблема. Но у нас ведь сейчас нет такого, выбор вообще такой не стоит, типа, а что мы сможем сделать, допустим, ну конкретно я и ты, например. Ничего, мы можем пока только говорить, поэтому сейчас важно делать это. Вообще, я после сегодня выложенного интервью с украинским каналом Павлика Новин, я почитал немножко комментарии к этому видео, и там очень много комментариев, ну восхищенных комментариев, украинской аудиторий, которые говорят примерно следующее, вау, это кто, это такой грамотный чеченец, вот грамотно говорить на русском языке, удивительно, какая, мол, разница между Кадыровым и этим человеком, подразумевая меня. И мы-то думали, что чеченцы там все как Кадыров, а вот оказывается есть грамотные, там нормально образованные люди. Если опустить вот все, потому что это лестно, да, там приятно, конечно же, такие комплиментарные комментарии получать. Но я понял, осознал для себя кое-что после последней встречи Кадырова с Путиным. Когда я посмотрел кадры этой встречи и то, как Кадыров разговаривал с Путиным, да, я, конечно, над этим посмеялся, выложил у себя сториз. Вот, например, давайте послушаем, что сказал Кадыров Путину. Хотел бы до того, как начать про республику, но это тем, с чем я занимался на начале и по сегодняшнему времени, на третьей доли СВВ. Это тем, с чем я занимался, говорит Кадыров. Помимо этих слов, там полно ошибок, незнаний вообще русского языка. И да, можно над этим посмеяться, можно спросить Кадырова, когда ты уже, черт возьми, освоишь язык своих хозяев. Ведь ты должен хотя бы стремиться к этому, ты должен, у тебя есть возможность, ты должен там работать с репетиторами. В принципе, за эти 20 лет, что ты там находишься в роли наместника, ты должен был уже подтянуть, а у тебя, наоборот, идет регресс. Сейчас, ты, ну, несколько лет назад, ты, по-моему, лучше говорил на русском, чем ты говоришь сейчас. Хотя, в принципе, и речь у тебя была несколько лет назад лучше. Но я хочу обратить внимание не на это. Посмотрев вот это, почитав те комментарии, которые были под видео, я осознал причину того, почему Кремль выбрал Кадырова, сделал его своим наместником в Чечне. Ведь это тоже, с их стороны, на самом деле, очень грамотный ход. Вытащить самого тупого, необразованного, человека, не умеющего разговаривать, выглядящего непрезентабельно. В принципе, вот по всем параметрам, уступающего и никогда в своей жизни в нормальной конкурентной среде, у которого не было бы никаких шансов вообще выплыть на политическую арену. Вытащить именно такого человека и поставить его во главе, это очень грамотный, на самом деле, ход Кремля. Потому что, видите, вот эти украинцы, пишущие лестные комментарии в мой адрес, они видят не меня, не меня будут показывать на весь этот мир, не я буду встречаться с Путиным и грамотно с ним разговаривать, вести себя, в принципе, как-то достойно. Чтобы хотя бы сама картинка была нормальной, приемлемой, чтобы ты не сидел перед Путиным, присмыкающимся животным, внучком перед своим дедом, хвастающимся, чтобы ты не умеющим выговаривать слово Абрамс. То есть, вот эта вот ущербная картинка, она на самом деле очень удачный ход Кремля, потому что это на весь этот мир, это показывает чеченцев вот такими вот ущербными. То есть, те, кто нас не знает, те, кто не погружен в нашу тему, они ведь судят по вот этому дебилу, они видят его, именно его показывали до сих пор, например, на украинских каналах, когда там освещали какие-то события, показывали ведь не меня, показывали его. Поэтому большинство людей, и это касается не только сейчас Украины, за пределами, в Европе, в Азии, там в Индии, в Австралии, в Новой Зеландии, там увидят не меня, увидят его. И картину о нашем народе построят на основании вот этого ущербного существа. Да, представляете, насколько это грамотно, чтобы этот мир думал, что мы, в принципе, люди не способны на то, чтобы там жить в своем независимом государстве. Не те люди, с которыми можно строить какие-то отношения, там договора международные, в принципе, представить вот это существо, допустим, заседающим в ООН, кому это надо, никому это не интересно, понимаете? Это такой ход Кремля, когда таким вот, демонстрацией такого чеченца, ущербного, они, в принципе, делают наш народ в глазах мирового сообщества, они его делают непрезентабельным. И поэтому многие люди, когда видят нормально говорящего там, я же тоже звезд с неба не хватаю, на самом деле, что я делаю? Я просто говорю на русском языке, без вот таких вот проблем, как у Кадырова. И есть, среди нас есть люди, которые гораздо лучше меня говорят на русском, гораздо лучше меня формируют свои мысли. И формируют их не только на русском, могут говорить на английском, на французском, на испанском, на ведущих языках этого мира, на арабском. Но этих людей, аудитория там, большинство людей их не увидят, потому что Кремль показывает Кадырова, человека, не умеющего говорить нормально, ни на чеченском, ни на русском, ни на тем более каких-то иных языках. Человека, который достает из папки что-то там, какую-то свою шпаргалку трясущимися, волнующимися руками, и огромными буквами написано у него слово Абрамс, но он не может его прочитать. И не может сформировать свою мысль в своей голове, а потом эту мысль превратить в слова и выдать ее своему хозяину. Он не может этого сделать. И поэтому, когда люди увидят такого человека и проецируют это в целом на народ, думают, пускай Россия сама там с ними разбирается, зачем нам вообще в эту тему влазить. Но для тех, кто сформировал у себя в своей голове вот такую картину чеченцев, увидев Кадырова, Делимханова и прочих, там окружение ведь тоже такое, оно не блещет особо умом. И вот для тех, кто сформировал такую картину, вы это сделали, сформировали эту картину только лишь потому, что Кремль хотел, чтобы у вас такая картина сформировалась. Только лишь потому, что он вытащил тех, кто никогда сами бы никогда не вышли на политическую арену, он вытащил именно этих людей, показывает нам именно этих людей. И лишь поэтому у вас сегодня такая картина. Поверьте мне, если бы мы сами без оккупации могли бы проводить у себя выборы, выдвигать кандидатов, эти люди могли бы, эти кандидаты могли бы заручаться поддержкой людей, и тогда бы на политическую арену выходили бы такие, как Джохар Дудаев, Аслан Масхадов и другие наши президенты, наши генералы, которые были образованными, которые умели себя вести, которые выглядели презентабельно. Посмотрите на Зелимхана Яндербиева, посмотрите, как он выглядит в Кремле, как он сажает перед собой. Президента Российской Федерации, ядерные державы, высокомерного, уверенного в своем могуществе президента, который хочет посадить его там, напротив своего вассала. Как он поднимает его и сажает напротив себя, посмотрите на это, и посмотрите на Кадырова, который сидит перед Путиным, трясущимися руками, говорит о том, что хочет перед ним похвастаться. Конечно, Кремлю неинтересно показывать таких, как Зелимхан Яндербиев, таких, как Джохар Дудаев, Аслан Масхадов. У вас, у этого мира, сформируется совершенно другая картина в голове о чеченцах, если вы будете видеть таких образованных, достойных людей. А это невыгодно Кремлю. Поэтому вам показывают Рамзана Кадырова и его окружение. Субтитры создавал DimaTorzok